Вы смотрите программу Вести интервью в студии Роман Залуев. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о будущем Костромского цирка. Гость нашей студии, генеральный директор Росгосцирка Владимир Шемякин. Владимир Леонидович, здравствуйте. Здравствуйте, Роман. Вы приехали в Кострому. Как вы оцениваете состояние здания нашего Костромского цирка? Вы знаете, состояние Костромского цирка немногим отличается от цирков по всей стране. К сожалению, после распада Советского Союза в цирковую индустрию практически не инвестировалось денег. И буквально два года назад стали выделяться финансовые средства. И на сегодняшний день ряд цирков уже находятся в стадии реконструкции или капитального ремонта. Это очень хорошо. И большое спасибо Министерству культуры, в первую очередь, что на цирковое искусство обратили внимание. Но это правда, что к нам не очень хотят ехать цирковые артисты, потому что условия пребывания не очень хорошие. Правда ли это? Да, это правда. Это правда. И есть проблема не только с созданием цирка, есть проблема еще и с проживанием артистов. Есть проблема еще и с созданием общежития. И знаете, в 21 веке помещение в таком состоянии – это уже просто неприлично. Конечно, артист, уважающий себя артист, хочет уже определенных условий. Зритель, который приходит в цирк, хочет определенно не только видеть хорошую программу, но он хочет видеть хороший буфет, он хочет видеть хороший туалет, он хочет видеть хороший гардероб. Я вообще считаю, что люди, которые приходят в цирк, должны ощущать себя лучше, чем дома. Тогда они к нам вернутся. Согласен с вами. Но для тех, кто не знает, кто не бывал за кулисами, все-таки какие условия проживания, пребывания? Что находится за кулисами сейчас? В каком состоянии? Ну, сейчас это состояние конца советского периода. То есть сейчас это состояние 70-х годов. Конечно, это требует ремонта, конечно, это требует реконструкции. И, конечно, современные требования и к содержанию животных, и к проживанию артистов, и к посещению людей, наших гостей, должны быть на порядок выше. Вот я знаю, что вы встречались с губернатором Сергеем Ситниковым. Вот о чем шел разговор, о чем удалось договориться? Ну, я хочу сказать, что разговор был очень конструктивный. И Сергей Константинович очень конкретный губернатор. Я считаю, что Костромской области вообще повезло с таким губернатором. Потому что разговор шел очень конкретно, очень, с одной стороны, непросто, с другой стороны, доверительно, о чем мы договорились. Ну, все понимают, что сейчас мы находимся в сложной ситуации из-за пандемии, и Росгосцирк, как компания, не ведет деятельности, соответственно, не получает доходов. То есть мы сейчас живем на субсидию. И, понимаете, в цирке они же особенные. Если кинотеатр и театр можно просто закрыть, и наши коллеги посидят какое-то время дома, то у нас в цирках животные. Животным не объяснишь, что вирус, животных надо кормить, животных надо выгуливать. Это накладывает на нас очень серьезные обязательства. Мы проговорили, что часть затрат на текущий ремонт, мы сейчас не говорим о реконструкции, капитальном ремонте, потому что ситуация в стране действительно сложная. Возьмет на себя Росгосцирк, часть возьмет на себя область. В частности, вы видели, в каком состоянии площадка вокруг цирка, в каком состоянии лестница. Конечно, с нашей точки зрения, и Сергей Константинович согласился, это все-таки задача городских и областных властей. Это можно сделать, и это нормально. Город на себя возьмет строительство парковки, потому что паркинга нет. Есть большой запрос из районных центров. Костромская область больше некоторых европейских государств. И люди хотят приехать в цирк, но мы не можем даже поставить автобус. Это такая проблема, она решаемая. И вот мы здесь услышали тоже такой отклик. Мы от себя отремонтируем крышу, мы от себя отремонтируем сидения, потому что сейчас они, если мне память не изменяет, были сделаны в 1984 году, и с тех пор они не ремонтировались, не менялись. И, конечно, они требуют, их надо просто взять и поставить новое. Мы сделаем туалеты, мы сделаем хорошие буфеты для наших гостей. Ну и мы сейчас уделяем большое и пристальное внимание содержанию животных, потому что у нас сейчас закон об ответственном содержании животных. И мы будем соблюдать нормы этого закона. Поэтому вот с нашей точки зрения эти мероприятия позволят сделать цирк уже более современным. И тогда и программы поедут более интересные, и тогда и зрителям будет приятнее. Ну и от этого выиграют все. И федеральная власть, и региональная власть, и самое главное – наши артисты и наши зрители. Ну а о каких суммах речь идет? Это какие-то огромные вложения? Ну, это сотни миллионов рублей, конечно. Конечно. Все-таки это дорогое удовольствие. Ну понятно, крыша, сидения, буфеты, туалеты, конечно, это все важно. А какие-то сроки вы оговоривали с губернатором? Мы договорились, что мы в сентябре встретимся с министром культуры, и сроки будут понятны после нашей встречи. Повторюсь, сейчас очень большие деньги уходят на содержание цирков страны. Но если брать конкретные цифры, то примерно сейчас мы тратим миллион рублей в день на содержание. То есть здесь в Костроме? Нет, вообще глобально по системе. И, ну, это серьезные деньги. Это серьезные деньги. А так как мы не работаем, нет доходов, то часть субсидий, которая должна была направлена быть на ремонтные работы, на реконструкцию, тратится на операционные затраты, на корма животным, на зарплату артистам. Вы упомянули о том, что по стране идет реконструкция некоторых цирков, наверное, в крупных городах. Может ли подобно ожидать Костромской цирк? Мы сделали дорожную карту до 2024 года. В эту дорожную карту Костромской цирк вошел. Теперь будет зависеть от федеральных субсидий. Мы ставим для себя задачу привести все цирки Российской Федерации в современный вид. Сейчас у нас на реконструкции цирки Красноярск-Челябинск активно строится цирк Пензы, достраивается Саратов. Мы хотим его уже до конца года сдать. Ну, и мы очень хотим, чтобы все цирки России приобрели не только внешний красивый современный вид, но еще и внутренний наполнение должно быть. Потому что цирковые технологии – это хороший свет, это хороший звук. Вот мы сидим в красивой студии. В цирках должно быть так же. Хорошая вентиляция, чтобы, естественно, не было никаких запахов. Резонный вопрос. А вот вся вот эта реконструкция, все вот это приведение в такой вот нормативный вид, если это говорить таким языком, сможет ли это привлечь зрителей, на ваш взгляд? И вообще, что привлекает в цирке, в современном цирке зрителя? Ну, конечно, чем лучше составляющая цирковой индустрии – это вот то, что мы говорили, и цирковая технология. То есть, сейчас зритель хочет шоу, зритель хочет эффектов. Это хороший свет, это хороший звук, это хорошая вентиляция, хороший буфет, хороший туалет, красивый внешний вид цирка, правильно спланированные и организованные территории вокруг. Но самое главное – это, конечно, цирковые программы. Это шоу, это наши артисты. Вот к этому я тоже хотел подвести. Цирковая индустрия – это наш самый главный капитал. Это, конечно, хорошая программа. Вот есть у нас сейчас хорошая программа, которая действительно после неких ремонтов или реконструкций может было бы привести действительно порадовать зрителя. Есть. Хорошая программа есть. Скажу вам такой маленький наш цирковой секрет Росгосцирка. За время пандемии мы время зря не теряли, и мы сделали пять совершенно новых, современных программ, которые мы готовы показать жителям вашего славанного города и гостям, и туристам. И я думаю, что как только откроют в цирке, как только пройдет вот эта наша всеобщая беда, мы привезем сюда очень хорошую программу. Ну, хотелось бы такой личный вопрос, если вы позволите. Вот вы радеете за возрождение цирков в стране, в Костроме в частности. А вы как-то связаны тоже с цирком? Просто интересно. Нет. Нет, Роман, я с цирком никогда не был связан. Я занимался все время частным бизнесом и успел побыть депутатом Государственной Думы. И вот работа не только в цирковой индустрии, но и в государственной компании для меня первый опыт. И для меня это, конечно, такой вызов, чтобы цирковое искусство приобрело былое величие, былую славу. Ведь советский цирк на уровне советского балета приносил не только валютный доход стране, но еще и награды, медали. И бренд советского цирка был равен советскому балету и потом советскому хоккей. Мы согласен с вами. Понятно, что были такие сложные времена, и цирку пришлось, наверное, как-то адаптироваться под существующие условия. И действительно хотелось бы, я думаю, что выражу всеобщее мнение, чтобы действительно цирк наш, Костромский цирк возродился. Как вы говорите, была и слава возродилась. И действительно были бы хорошие и интересные программы, которые действительно привлекают детей и взрослых. В цирке, вы упомянули про шоу, но еще и важно, действительно, какая-то особая атмосфера. Цирк – это всегда особая атмосфера. Шоу – это одно из составляющих. Вот я повторюсь, основное – это, конечно, трюк. Цирк – это искусство сильных, это искусство молодых, это искусство красивых людей. И люди, и дети приходят посмотреть именно на это. Потому что цирк, с моей точки зрения, это самое первое искусство, которое зародилось вообще из всех видов искусств. Цирк – это искусство, которое не требует перевода. Цирк можно показывать и в Индии, и в Китае, и в Европе, и где угодно. В цирке нет дубля. В кино мы можем отснять, а потом переснять. То цирк – ты делаешь это один раз, и ты должен это сделать на высочайшем уровне. Поэтому, несмотря на эпидемию, несмотря ни на что, мы продолжаем репетировать. Артисты работают. Мы, конечно, соблюдаем все меры предосторожности, но и животные, и артисты продолжают надеяться, что скоро цирки откроются, и мы будем радовать наших зрителей. Ну и последнее, наверное, чтобы немножко резюмировать. Когда все-таки костромским зрителям ждать открытия? Вот просто помечтаем, несмотря на эпидемию, несмотря на текущий ремонт, когда это можно ждать? Мы очень надеемся, что это будет осень. Очень надеемся. Но, Роман, вы поймите, что мы все-таки выполняем и соблюдаем меры на уровне региона. Нет такого документа, который по всей стране позволит открыть цирки. Вот какая ситуация в регионе, я вам приведу пример. Мы хотели сделать премьерный показ в Сочи, потому что Сочи – внутренний туризм, в Сочи сейчас очень много людей, сочинский цирк – хороший цирк, в Сочи цирк любят. И мы уже сделали программу и были готовы начинать рекламную кампанию. И вдруг рост заболеваемости, и все. Губернатор выступает и говорит, ребята, нет. Поэтому мы очень надеемся, что Кострома откроет ворота не только для цирковых, а вообще для массовых мероприятий. И мы готовы одни из первых начать работу. Замечательно. Спасибо огромное вам за интервью. Спасибо, что нашли время с нами пообщаться. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо вам. Очень приятно. А я напомню, гостем нашей студии был генеральный директор Росгосцирка Владимир Шемякин. Видеозапись интервью доступна на нашем сайте литаркадийфискострома.ру Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова